здорово карпятники раки помимо того что раки это очень вкусная закуска к пиву а если вы любите тоже раков то обязательно поставьте лайк этому видео раки это еще очень опасные враги которые могут помешать вам успешной ловли карпа и сегодня мы хотим дать вам топ 5 советов по борьбе с этими самыми раками с чем связана вообще основная сложность при ловле в местах где находится большое скопление раков в первую очередь с тем что когда ваша насадка находится на волосе и если в какой-то области рядом с вашей насадкой есть те самые раки вкуснейшие то они могут подойти к вашей насадке и и фактически обглодать оставив только пустой крючок помимо этого раки могут перекусить ваш поводок ну и вообще это не очень приятно когда вы ловите не знаете на месте ли ваша насадка или нет эти советы мы собрали как из нашей практики так и прочитав различные зарубежные статьи но и конечно же переняв опыт от наших коллег которые тоже увлекаются ловли карпа советы в этом видео будут касаться не только того как обезопасить вашу насадку но и какие-то теоретические основы о том где вообще находятся раки и как их избежать и вот как раз первый совет касается именно место обитания раков ошибочно подразумевать что раки они вездесущие находятся во всех водоемов нет это немножечко не так раки очень теплолюбивые существа и вообще они выбирают как раз области где вода потеплее поэтому нужно опасаться как раз таких участков или особо опасаться участков границ холодной и теплой воды в этом месте раков будет очень много второй совет касается выбора материал для шоу для вашего поводка здесь совет очень очевиден использовать поводки из жестких материалов или поводки которые защищены в частности можно использовать вот такие жесткие материалы как fox comatex стив для чего это делать для того чтобы опять же ваш поводок при атаке рака на него был как-то защищен и по крайней мере вы не получили ситуацию когда вы выматываете у вас обрезанный кусочек поводка третий совет касается использования мягкого свинца а точнее запрет на это использование как опять же пишут во многих зарубежных статьях мягкий свинец это просто магнит для рака и как раз если вы вот перед тем как у вас начинается ваш крючок ставите кусочек мягкого свинца для того чтобы этот крючок лучше разворачивался вот в это место может прийти рак и своей клешней просто взять и перекусить в этом месте поводок поманившись на тот самый мягкий свинец так или нет мы это не проверяли но раз об этом многие говорят скорее всего это именно так четвертый и пятый совет касаются того как защитить вашу насадку четвертый совет заключается вот в чем самый простой вариант если вы опасаетесь что в вашем свиме есть раки и вы боитесь того что он нападет на ваш бойл его начнет кусать и полностью его раскрошит то используйте различные силиконовые или пластиковые насадки в частности каждая компания ну не каждая компания которая производит насадки все эти насадки они применимы при условиях если у вас есть раки это различные силиконовые кукурузки и флуоресцентные различные пенки и все то что не может рак раскусить и для того чтобы ваша насадка всегда оставалась на месте возьмите просто две пластиковые кукурузки, поставьте, и это будет гарантом того, что вы будете постоянно ловить рыбу, ничего вам не помешает. Ведь, как мы всегда и говорим в наших видео, насадка, она не первостепенна, главное, это прикормка, и если ваша прикормка нравится карпу, он будет возвращаться в ваш свим, метаться между этой прикормкой и по дороге подбирать различные насадки, в том числе и силиконовую кукурузу, это уже давно проверено, что если просто поставить силиконовую кукурузу, то карп на нее будет отзываться точно так же хорошо, как и насадку из бойла. Ну и пятый совет касается того, как все-таки защитить ваш бойл, если вы хотите ловить точно на бойл. В этой ситуации можно использовать вот такие вот пленки, которые выпускает компания Корт. Вот видите, здесь как раз нарисован тот самый рак, который пытается напасть на насадку. Вы в зависимости от того, какой диаметр бойла у вас подбираете ту или иную пленку, оборачиваете ей ваш бойл и при помощи пара от вашего чайничка, здесь работает принцип термоусадки, он обволакивает ваш бойл и таким образом будет защищен. Поэтому вот такой вариант, он тоже отличный и, как говорится, must have. Вот такие вот топ-5 советов, давайте небольшой еще сделаем эксперимент. Мы в своих нескольких последних роликах делали небольшую активность, выбирали, точнее, не мы выбираем, а выбирают сами подписчики. Напишите какой-нибудь комментарий. И комментарий, который наберет больше всех лайков от подписчиков и от нас в том числе до конца февраля, получит от нас в подарок вот такую вот термоусадку. Мы просто посмотрим, какой комментарий набрал больше лайков и от нас вот такой вот классная пленка. Ну и плюс еще закинем, конечно же, наших фирменных крутых стикеров, которые всегда можно найти в магазине Carp Shop. Ссылочку мы оставим в описании. Обязательно подпишитесь на этот канал, здесь классно рассказывают про ловлю карпа. Всем карп-привет! Субтитры сделал DimaTorzok